Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость утверждает, что у каждого была какая-то травма. Она лишает вас здоровья, покоя и вашей судьбы. У Майка есть больше 12 тысяч подтвержденных свидетельств людей, которые обрели свободу от духа травмы. Я думаю, интересно, существует ли сверхъестественное измерение. Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Здравствуйте, сегодня с нами доктор Майк Хатчингс. Майк, ты постоянно говоришь слово «травма». В чем же основной смысл этого слова? Травма — это ранение души. Что я имею в виду? Возможно, в вашей жизни был момент, когда вы еще в детстве пережили телесное или даже сексуальное насилие, или какая-то ситуация заставила вас бояться за свою безопасность или даже жизнь. Так в вашем разуме рождаются образы и воспоминания, которые непрестанно вас преследуют. Это и есть травма. Но что, если вы даже этого и не помните? Вы похоронили это страшное воспоминание. Разум так и делает. Он хоронит эти воспоминания, но симптомы такой травмы могут оставаться с вами. И самое прекрасное — это то, что Иисус знает, что произошло, и хочет исцелить вас, даже если вы не помните об этой травме. Одна из таких травм, о которой наслышано большинство людей, это ПТСР. Что же это такое? ПТСР — это диагноз состояния психического здоровья, посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что у человека наблюдается столько симптомов травмы, что это влияет на его разум, эмоции и самооценку. У них могут быть хронические боли, мысли о суициде. У них могут быть ночные кошмары, которые возвращают их в события, повлекшие за собой травму. Такое часто встречается у военных, полицейских, пожарных, врачей и скорой помощи. Однако посттравматический стресс может быть у каждого. Все зависит от уровня травмы, а травмы были у всех. Вопрос в том, преследуют ли они вас сегодня. Влияют ли воспоминания и образы на ваше мышление, чувства, на ваш выбор или самооценку. ПТСР называют расстройством, но я уверен, что с точки зрения Библии травма — это ранение души. Профессиональные медики и психологи заявляют, что таким людям могут помочь лекарства и определенные навыки. Однако исцелиться от ПТСР невозможно. Но я могу сказать, что за последние 7 лет я лично молился за тысячи людей и научил больше 10 тысяч человек молиться за исцеление людей с ПТСР. У нас есть больше 12 тысяч подтвержденных историй людей, которые обрели полную свободу от симптомов ПТСР. Им больше не нужно принимать лекарства и ходить на консультации. Теперь, получив исцеление, они сами молятся за людей со стрессовым расстройством, и те, в свою очередь, обретают полную свободу и исцеление. Майк, чуть раньше вы сказали, что травмы — это ранение души. Что же это означает? Поведайте. Это означает, что в душе есть рана. Давид сказал в 33-м Салме, 19-м стихе, «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Это означает, что с вами произошло что-то очень плохое. Вам кажется, что ваше сердце разбито. На самом деле, ваш разум, ваша воля и ваши эмоции ощущают на себе влияние того, что с вами произошло. Вы живете с этой раной, у вас формируется мышление жертвы. Вам кажется, что травма — это ваше подлинное состояние. Но мы знаем, что это вовсе не воля Божия для человека. Давайте поговорим о реальных историях и жизни. Расскажите о Дженни. Дженни — это женщина, которая большую часть своей жизни подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. В 11 лет она, наконец, сказала своему отцу «нет», когда тот стал ее домогаться. После чего он ушел в другую комнату и застрелился из ружья. У Дженни была травма не только из-за насилия. Ей казалось, что на ней лежит ответственность за самоубийство ее отца. Дженни посмотрела видеозапись семинара об исцелении травм на DVD-диске. Где-то на середине этой видеозаписи Дух Святой коснулся ее мощным образом, и она полностью освободилась от этого. Люди смотрят ваши материалы, то есть вам даже не нужно быть рядом. Это так же сильно, как если бы вы молились лично. Абсолютно. Так действует помазание Духа Святого. Дженни обрела полную свободу от всех трагических образов и воспоминаний. Она забыла о депрессии, тревоге, перестала думать о самоубийстве, и теперь ходит в свободе. Это одно из таких свидетельств, когда человек, получивший исцеление, теперь помогает другим. Однажды вы побывали на собрании Рэнди Кларка и получили от Бога то, что навсегда изменило вашу жизнь. Пожалуйста, расскажите нам о своем приобретении. Рэнди проводил собрание исцеления, и ко мне подошел ветеран войны. Он спросил, сможет ли Рэнди помолиться за его исцеление от стрессового расстройства. У него были мысли о суициде, боли, он плохо спал по ночам, много разных симптомов. Я передал просьбу Рэнди, и он сказал, «Майк, я хочу, чтобы ты за него помолился». Я уверен, что когда я сказал «да» этому поручению, вместе с ним пришло и помазание. До этого я никогда не молился за людей с ПТСР. Я спросил у Духа Святого, «Что ты хочешь сделать?» Он стал передавать мне знания, как молиться за этого человека по имени Рон. Я подошел, посмотрел Рону в глаза и стал за него молиться. Я стал разрушать все этапы постепенно. Стыд, вину, осуждение и за считанные мгновения Рон упал на колени. Он закатил глаза, а поднявшись вновь, не только обрел мир, но и свободу от боли. Тем вечером он пришел домой и впервые за пять лет проспал восемь часов подряд, хотя прежде спал лишь по два часа, очень тревожным сном. Рон стал человеком, совершенно свободным от каких-либо травм после войны. Так начался мой путь изучения того, как Иисус исцеляет травмы в жизни людей. Майк получил знания от Бога, которое работает с любым видом травмы. В каких сферах у людей бывают травмы? Это травмы, запережитого в детстве сексуального насилия. Это травмы, полученные еще в утробе, если мать избивали, либо она пыталась сделать аборт или принимала наркотики. Травмы бывают у военных, которые побывали на полях сражений и видели ужасающие события пожарных, полицейских, медицинских работников и тех, кто попал в автокатастрофу. Мне кажется, все хотя бы раз попадали в аварию, разве не так? Есть люди, пережившие стихийное бедствие. Торнадо, землетрясение, ураган, цунами. К тому же вспомните тех, кто был 11 сентября в Нью-Йорке и видел, как рушатся башни. Все эти события могут стать причиной травмы. Даже домашнее насилие мужа над женой может травмировать. Это тоже факт. Майк, вы шаг за шагом двигаетесь под наставлением и руководством Духа Святого. И даже сегодня эффективно помогаете людям с травмами обрести свободу. Да, я езжу по всей стране и по всему миру, обучая других людей использованию этой модели молитвы. Эти 12 тысяч человек получили свободу не после моей молитвы. Им послужили те тысячи человек, которых я обучал на семинарах и в церквях. Они использовали эту молитвенную модель и увидели столько исцеленных людей, сколько я и сам лично никогда не видел в своей жизни. Суть в том, что эти травмы не дают обещаниям Бога осуществиться в вашей жизни. Майк говорит, что самый главный знак и главное чудо доброй вести это исцеление сокрушенных сердец. Если вы еще не знаете как, приготовьтесь исцелять сокрушенных сердцем уже сегодня. Возможно, это даже вы сами. Мы скоро к вам вернемся. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Майк, вы говорите, что есть только одно, а сейчас особенно важно услышать об этом только одно безопасное место. Это безопасное место в сердце Отца. Отец сотворил всех нас. У Него есть мечта о нашей жизни. Мы знаем, независимо от того, чему научила нас религия. Иисус показал нам Отца любящего, доброго и очень терпеливого с нами. Когда мы были разбиты и травмированы, нам казалось, что безопасного места нет, и нам некому довериться. Иисус сказал, что Бог любит и тех, кто совершал грехи так же, как блудный сын, и тех, кто был изранен и получил помощь от доброго Самарянина. В сердце Отца с Его мечтами и планами о вас самое безопасное для вас место. Поэтому Отец послал Иисуса восстановить мечту о вас, которая всегда была у Него в сердце. Я хочу, чтобы вы мне кое-что объяснили. Майк говорит, что в Царстве Божьем ничего не выкидывают. Поясните-ка. Мы живем в такой культуре потребления, когда разбитый предмет просто выбрасываем и идем за новым. Однако в японской культуре осколки разбитого чайника, миски или какой-то другой посуды не выбрасывают. Мастер заново соединяет их вместе и, как вы видите, покрывает сверху слоями золотого или серебряного лака, чтобы осколки прочно приклеились друг к другу. Когда работа закончена, предмет вновь обретает свою изначальную форму, которую имел при создании. Но он не только вновь обрел первоначальную форму, но и стал еще прекраснее, еще ценнее. Такое искусство под названием кинсуги. Это великолепная иллюстрация того, что делает Отец с нашей жизнью, с нашей душой, с нашим восприятием себя. Он соединяет осколки нашей разбитой жизни золотом небес, золотом своей славы, чтобы привести нас, детей Божьих, туда, где сможет воплотиться наша мечта и судьба. Так что отчасти мы можем сказать, что наше хождение с Богом это и есть кинсуги, искусство восстановления и покрытия золотом. Вы сделали важное замечание, сказав, что разбитую жизнь, которая была восстановлена и исцелена, может ожидать лучшая судьба, нежели та, что ожидала ее до момента надлома. Об этом говорят слова о Мессии в 61 главе Исаии. В 61 главе Исаии об Иисусе сказано, что на нем дух Господа Бога. Господь помазал его благовествовать нищим, огорченным, травмированным. Бог послал его исцелять сокрушенных сердцем. Самый первый знак и первое чудо «Вести Мессии о Царстве Бога» это исцеление сокрушенных сердцем. Он исцеляет душу, которая была изранена не только из-за греха, но и всех тех травм и катастроф, которые учинил в нашей жизни враг, чтобы разрушить образ Бога в нашей жизни. Я понимаю, что когда доброе вести Иисуса приходит к сломленным людям, Он несет им восстановление их сокрушенных сердец. Именно это мы должны понять. Это первое, что делает Мессия. Я хочу, чтобы вы рассказали еще одну реальную историю. Может быть, Соб Эллисон, сердце которой было разбито. Расскажите нам о ней. Эллисон служила в войсках особого назначения. Когда она еще была ребенком, ее мачеха увлеклась воду и колдовством. Она вырывала у себя пряди волос и произносила колдовские проклятия. Демоны преследовали Эллисон с самого детства. Она вырвалась из этой атмосферы воду и пошла служить в армию. Она очень старалась и прослужила там 10 лет, но это травмировало ее еще больше. Когда пришло время вернуться домой, Эллисон была совершенно разбита. Она пришла на мое собрание в футболке, усеянной изображениями черепов. Когда она услышала, что Иисус взял все наши травмы на себя, чтобы мы могли принять исцеление, Дух Святой сошел на нее. Девушке показалось, что у нее началась паническая атака. Но мои студенты заметили ее и стали за нее молиться. Эллисон обрела полную свободу от всех демонов и полную свободу от всех травм. Теперь она работает с другими женщинами, военнослужащими, которые тоже получили похожие травмы. Сегодня она свободная женщина, которая приносит исцеление другим. А кто такие Робин и Филлис? Робин и Филлис — это очень интересный случай. Филлис пришла на мою школу и рассказала, что ее муж-ветеран страдает от ПТСР. Я сказал, «Филлис, поскольку вы с Робином в Завете, я могу помолиться за вас, а вы дома помолитесь за Робина, поскольку вы одна семья». Во время молитвы мне пришлось помолиться и за саму Филлис, потому что многие люди, живущие рядом с теми, кто страдает от ПТСР, могут перенимать их симптомы. Филлис пришла домой, посмотрела своему мужу в глаза, помолилась об исцелении, и теперь Робин абсолютно свободен. Эта пара начала свое собственное служение под названием «Через барьер». Недавно их рукоположили на служение полного времени, чтобы они несли исцеление и преображение всем, у кого есть травмы. Можете запомнить и набрать в интернете «Служение через барьер». А мне очень любопытно. С вами путешествуют несколько ангелов. А сейчас они здесь? Да, сейчас они здесь, потому что я чувствую, как они касаются моей спины и головы. Они путешествуют со мною, поскольку Слово Божие говорит, что ангелы помогают и поддерживают служение. Когда вы это сказали, я их почувствовал. Я хочу, чтобы вы помолились за исцеление всех сокрушенных сердцем и приказали травме уйти. Это для всех, кто знает, что их грехи прощены, что Иисус и Господь, и Мессия. Всех, кто познает Бога. Вы скажете, «О, нет, это не про меня уж точно». Все верно? Тогда повторите сейчас совместе со мною эту молитву вслух. Скажется, «Дорогой Бог, я грешник, я раскаиваюсь, я верю, что Твоя кровь омывает мои грехи, я чист». И теперь, когда я чист, Иисус, «Приди и живи во мне, я принимаю Тебя, моим Господом и моим Спасителем». Помолитесь, пожалуйста, Майк, теперь. Во имя Иисуса я провозглашаю силой крови Иисуса Христа, что вы не только прощены. Сила Духа Святого сходит сейчас, чтобы разрушить силу травмы вашей жизни во имя Иисуса. Прямо сейчас я разрушаю силу стыда, вины и осуждения в моей жизни во имя Иисуса. Положите себе сейчас руку на грудь и провозглашайте со мною. Во имя Иисуса Христа, Бог, приди и исцели мою разбитую душу. Исцели мой разум, исцели мою волю, исцели мои эмоции, восстанови мое самоопределение до твоего изначального замысла обо мне. Твоего изначального замысла. В какие-то моменты к вам приходят мысли о самоубийстве, поскольку вам кажется, что в вашей жизни слишком много боли и надежды больше нет. Во имя Иисуса Дух самоубийства, давлеющий над вашей жизнью, разрушен. Вы ощущаете боль в спине силой 8 или 9 баллов из 10. Она ощущается как внизу спины, так и в области лопаток. Бог исцеляет вашу спину прямо сейчас во имя Иисуса. Боль уходит, и вы о ней больше не вспомнете. Ваши позвонки и межпозвоночные диски приходят в норму во имя Иисуса. Если у вас есть проблемы с половыми органами, например, опухоли, от которых вы страдали много лет, из-за пережитого сексуального насилия, Господь исцеляет ваши половые органы. Также Он исцеляет ваши почки. Исцеление приходит к вашим почкам и мочеиспускательным каналам во имя Иисуса. Просто принимаете исцеление, которое дает вам сейчас Дух Святой во имя Иисуса. Есть человек, который страдает от аритмии сердца. Прямо сейчас во имя Иисуса мы говорим исцеление вашей сердечно-сосудистой системы. Мы приказываем сердцу биться в том ритме, который был задуман Богом изначально, до того, как была нанесена травма. Позвольте еще помолиться за вас. Я молюсь за исцеление всех травматичных образов и воспоминаний, которые копятся в сердце. Пусть они исчезнут во имя Иисуса и из головы вашей тоже. Я освобождаю пять ваших чувств, зрения, обоняние, вкус, осязание и слух от того, чтобы быть спусковыми крючками этих воспоминаний. Пожалуйста, скажите со мною, Дух Святой, приди и наполни каждую сферу, которую заняла травма. Я отказываюсь зависеть от своего прошлого, от того, что я сделал сам и от того, что сделали со мною другие во имя Иисуса. Я тот, кем называет меня мой Небесный Отец. Он называет меня своим возлюбленным ребенком, в котором его благоволение. Прошу, наполни меня этой истиной. Наполни меня силой своей любви во имя Господа Иисуса Христа. Я отчетливо ощущаю этот покой. Дух травмы разрушен и изгнан. Если прежде вы ощущали боль в каком-то месте, теперь, когда этот дух травмы ушел во имя Иисуса, проверьте свои запястья, пальцы, шею, бедра и спину, поднимите руки над головой, проверьте и пальцы своих ног, где бы вы не ощущали боль, теперь эта часть тела исцелена и восстановлена. Также чьи-то уши только что открылись во имя Иешуа Машиаха. Аминь. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Я так благодарна Господу за то, что Он сделал сегодня утром, когда я смотрела выпуск с Джоном и Джонет Прудиан. Они молились за левую лодыжку, однако у меня сильно болела правая лодыжка. Я помню, как Джон озвучил слова Господа о том, что его народ слишком медленно принимает чудеса. Когда Джон сказал о левой лодыжке, я чуть было не сказала, что это не про меня. Вместо этого я сказала, я тоже принимаю это. Я возложила руку на свою правую лодыжку и в тот же момент была мгновенно исцелена. У меня был шок. Я так счастлива. Я могу подниматься по лестницам и ходить без боли. Бог коснулся меня и восстановил. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Роберт Санчес. Знаете ли вы, что пророчество с небес дается Божьим детям прямо здесь и сейчас каждый день? Он желает говорить через вас. Да, именно через вас. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно». Пусть зазвучит и ваш пророческий голос. Многие телезрители сообщают о чудесах. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда, есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сида Рота. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.